Привет, друзья! С вами канал Maros Live. Каждый месяц нового 2021 года чем-то выделялся. И вот на очереди март, который стартует с тестирования всех заместанцев, то есть всех работников на фирмах. Так что мы тоже не исключение. У нас сегодня тоже стартует это тестирование. Посмотрим, как оно будет. Оно пока является добровольным. Ну, пока. Потому что первое тестирование будет добровольным. Второе уже принудительным. И принудительно все вводится вроде бы с 5 марта, как рассказывают новости. Выделены большие средства для того, чтобы протестировать всех сотрудников. Изначально правительство, ну, некоторые лица правительства хотели закрывать общие фирмы, закрывать экономику, но Бабиш, премьер-министр и другие члены Влада, так сказать, их не дали этого сделать, потому что на этой экономике держится, по сути, вся Чехия. Поэтому они будут тестировать массово всех сотрудников. Вот. Поэтому запускают с сегодняшнего дня эту тему. И, скажу вам так, выделяются определенные места, где это все будет делаться. Уже на конкретно фирмах. Вот. Если кто-то отказывается делать, не имеется в виду фирма, то там грозят большие штрафы. Около 500 тысяч крон. Вот. Если будут отказываться сотрудники, то там до 50 тысяч штраф. Но это, опять же, информация не на 100% проверенная. Как у вас, я не знаю. Поэтому, кому интересно, уточняйте у своих работодателей фирм. То есть, сколько, что и как. Вот. Но знаю точно, что если вдруг, не дай бог, ну, это делается обычный антигенный тест. То есть, заполняется форма. Мы уже вчера все запомнили. Добровольно, принудительно, можно так сказать. Но, на самом деле, ничего страшного нет. Это просто тест для себя проверить. Вот. И заполняешь форму, отдаешь, приходишь на работу, тебя вызывают. Дальше сделаешь этот тест, рыхлый тест, так сказать. 15 минут максимум уже результат будет известен. Если позитивный тест, то сразу же посылают на ПЦР-тест. Тут же сразу в фирме делается ПЦР-тест. Если он дает результат позитивный, то отправляют в карантин. Карантин сейчас будет 14 дней для одного лица. Если же вы в семье, допустим, там, жена-ребенок, то все максимум сейчас будут до 21 дня сидеть на карантине. То есть, такие вот новые правила, нововведения. Вот. Ну, и еще самое интересное, что, опять же, с 1 марта правительство Чехии приняло оплату на карантине. То есть, 100% оплаты. Никто ничего не потеряет. Будет оплачиваться, как обычные рабочие дни. День будете сидеть дома и вам будет оплачиваться не 60%, как это было ранее. Плюс там разные дополнительные 370 крон максимум в зависимости от зарплаты. А реальный 100% день. То есть, это, конечно, круто. Вот, ребят. Так что, делитесь, как у вас происходит это тестирование. Делитесь этой информацией в комментариях. Обсуждаем там. Ну, а мы уже потом увидимся чуть позже. Я расскажу, точнее, напишу в комментариях, так сказать, результаты своего тестирования и Алининова. Так что, всем удачи и не болейте. Всем пока.